Роджер Желязный. Бизнес Джорджа. Глубоко в своём логове, обвив длинное золотисто-зелёное тело вокруг небольшого стада овец, Дарт спал беспокойным, тревожным сном. Драконам снятся только вещи и сны, поэтому, когда ему привиделась бесконечная вереница вооружённых, совершенно одинаковых всадников, он вздрогнул и проснулся. Слегка кашлянув, Дарт осветил пещеру и проверил состояние своих сокровищ. Затем потянулся, зевнул и побрёл по проходу, собираясь сперва оценить силы противника. Если они окажутся превосходящими, то он попросту удерёт. Чёрт с ним со стадом, не в первый же раз, в конце концов. Выглянув из пещеры, он увидел рыцаря в плохо подогнанных латах, который как раз появился из-за поворота, восседая на серой замученной кляче. Рыцарь, видимо, даже не умел обращаться с копьём, он не склонил его и наконечник копья беспечно смотрел прямо в небо. Убедившись, что человек пришёл один, Дарт с диким рычанием выскочил на дорогу. «Стой!» – взревел он. «Близок твой конец!» Рыцарь вежливо поклонился. «Я как раз тебя ищу», – сказал он. «Я не...» «Зачем ты хочешь начать всё сначала?» – спросил Дарт. «Знаешь ли ты, сколько времени минуло с тех пор, как рыцарь и дракон, последний раз сходились в бою?» «Да, я знаю, это было давно, но я...» «Почти всегда это кончалось весьма плачевно для одной из сторон и, как правило, для той, которую представляешь ты». «Как будто я этого не знаю. Но, послушай, ты меня не понял?» «Мне снился драконь и сон о юноше по имени Джордж, с которым я должен сразиться. Ты очень похож на него». «Я сейчас всё объясню. Не стоит драматизировать ситуацию. Видишь ли...» «Твоё имя Джордж?» «Да, но ты не волнуйся». «Не волнуйся?» «Хорошенькое дело. Ты хочешь отобрать у меня моё маленькое жалкое стадо, но зачем?» «Да ты и месяц не смог бы пить на те деньги, которые выручишь от его продажи. Так что и рисковать не стоит». «Да плевал я на твоих овец. Не нужны они мне». «И девственниц я не похищал уже больше века. Они обычно старые и жёсткие, не говоря уже о том, каких трудов стоит их отыскать». «Да тебя никто не обвиняет». «А что касается коров, то я всегда стараюсь брать их подальше отсюда». «Я, можно сказать, пожертвовал своими привычками, чтобы не создавать себе дурной репутации на собственной территории». «Я знаю, что ты здесь никому не приносишь вреда. Я постарался собрать о тебе полную информацию». «И ты думаешь, что эти доспехи помогут тебе, когда я дохну на тебя самым крепким, самым жарким пламенем». «О господи, нет! Не делай этого хорошо, если…» «А твоё копьё? Ты даже держать его как следует не умеешь!» Джордж склонил копьё. «Ты прав», — сказал он. «Но так уж получилось, что его наконечник смазан самым сильным из всех ядов, известных Герману-аптекарю». «Оу-ля-ля! Вот это не спортивно!» «Знаю, но клянусь, если ты меня сожжёшь, я успею тебя ранить, прежде чем испущу дух». «Пожалуй, не имеет смысла, чтобы мы погибли вот так вот оба, не правда ли?» — заметил Дарт, отодвигаясь на безопасное расстояние. «Это никому не принесёт никакой пользы». «Соверженно с тобой согласен». «Так зачем же тогда мы должны сражаться?» «У меня нет ни малейшего желания сражаться с тобой». «Кажется, я ничего не понимаю. Ты ведь сказал, что тебя зовут Джордж, а в моём сне…» «Сейчас я тебе всё объясню». «А твоё отравленное копьё?» «Ну, это на всякий случай. Страховка, чтобы ты не напал на меня до того, как выслушаешь моё предложение». Дарт слегка прищурился. «Какое предложение?» «Я хочу нанять тебя». «Нанять меня? Для чего?» «А сколько ты заплатишь?» «Если ты позволишь, я на минуточку отложу копьё. Но чтобы без всяких штучек». «Хорошо. Золото – лучшая гарантия безопасности». Джордж отложил копьё и вытащил из-за пояса кошелёк. Запустив туда руку, он извлёк горсть блестящих монет. Подбросил их на ладони, и они зазвенели и засверкали в свете зари. «Я внимательно тебя слушаю. А сумма у тебя там немаленькая?» «Я всю жизнь собирал. Всё это будет твоим, если ты окажешь мне одну услугу». «Какую?» «Видишь, там вдали замок, за двумя холмами». «Я много раз пролетал над ним». «В западной башне замка находится комната Розалинды, дочери барона Мауриция. Она очень дорога моему сердцу, и я хочу на ней жениться». «И у тебя возникли проблемы?» «Я не в её вкусе. Ей нравятся такие, крепкие и мускулистые. Короче, я ей не нравлюсь». «Хм, действительно, положение не из лучших». «Так вот, я тебе заплачу, а ты ворвёшься туда, похитишь её и доставишь в какое-нибудь подходящее укромное место. Там ты будешь ждать, пока я не прибуду и не вступлю с тобой в бой». «Не настоящий, конечно. Я быстренько держу над тобой победу, и ты улетишь, а я заберу её домой. Я уверен, что после этого буду выглядеть в её глазах достаточно героически, чтобы в списке её поклонников передвинуться с шестого места на первое. Что ты об этом думаешь?» Дарт вздохнул, выпустив длинный клуб дыма. «Хм, человек, твой род не пользуется у меня симпатией, особенно под вид в латах и с копьём. Так что, собственно, не знаю, зачем я тебе это говорю. Впрочем, если откровенно знаю, но это не важно. Я мог бы сделать это для тебя. Но задумывался ли ты над тем, что будет потом, когда ты уже получишь руку этой девушки? Впечатление, которое произведёт на неё твой подвиг, через некоторое время сгладится, а повторения ведь не будет. «Уже через год, как мне кажется, ты увидишь её прогуливающейся в обществе одного из тех хорошо сложённых типов, которые ей так нравятся. И тогда ты будешь вынужден или вызвать его на поединок и погибнуть, или же смиренно носить рога!» Джордж рассмеялся. «Ха, ну, чем она будет заниматься в свободное время, меня волнует меньше всего. Да у меня и у самого есть подружка в городе». Дарт вытаращил глаза. «Боюсь, что я тебя опять не понимаю». «Она единственная наследница старого барона, который недолго ещё протянет. А как ты думаешь, почему такая некрасивая девушка имеет шесть кавалеров? И почему я готов отдать тебе все свои сбережения, чтобы получить взамен её руку?» «Понятно», – протянул Дарт. «Да, алчность я могу понять. Я бы назвал это желанием обеспечить себе независимость и безопасность». «Верно. В таком случае беру свой наивный совет назад. Окей, давай сюда золото, а я сделаю то, что ты хочешь». Дарт вытянул вперёд своё блестящее крыло. «Первая долина в этих горах на западе находится достаточно далеко от моего дома. Она вполне подходит в качестве места для нашего поединка. Плачу тебе половину сейчас, остальное – когда получу девушку». «Согласен. Только не забудь обронить деньги во время боя. Я вернусь за ними, когда вы уедете. И не вздумай надуть меня, иначе я повторю спектакль, только финал будет уже иным». «Это я понимаю. А теперь прорепетируем наши роли, чтобы всё выглядело естественно. Я нападу на тебя со склонённым копьём и буду целиться в тот бок, который не сможет увидеть девушка. Ты поднимаешь крыло, ловишь им копьё и начинаешь визжать как можно громче. Да, и ещё. Плюйся при этом огнём». «А я перед репетицией хотел бы убедиться, что наконечник твоего копья как следует очищен». «Разумеется. Я выпущу копьё, когда ты будешь его держать. Сойду с коня и брошусь на тебя с мечом. Ударю тебя несколько раз плашмя, так чтобы это не было заметно со стороны. Тогда ты снова завоешь и улетишь». «Да, кстати, меч у тебя острый. Тупой, как сковородка. Это меч моего деда. Его никто не точил с тех пор, как я был ещё мальчишкой». «Значит, гонорар ты роняешь во время боя. На этот счёт можешь не сомневаться. Ну и как тебе всё это нравится?» «План не дурён. А под крыло я положу красные ягоды и раздавлю их в подходящий момент». «Отличная мысль. Так и сделай. Теперь небольшая репетиция и приступим к делу». «Только не бей слишком больно». В полдень Розалинда, дочь барона Мауриция, была похищена золотисто-зелёным драконом, который ворвался, проломив стену в её комнату, и унёс девушку в сторону западных гор. Убитый горем отец стоял на балконе и в отчаянии простирал руки вслед похищенной дочери. В этот момент мимо проезжал шестой поклонник её дочери. Разумеется, это было чистое совпадение. «Не волнуйтесь!» Крикнул он несчастному старцу. «Я освобожу её!» И пришпорил коня. Прибыв в долину, он сразу увидел Розалинду, которая стояла под скалой и с ужасом смотрела на охраняющего её дракона. Джордж взял копьё на изготовку. «Освободи девушку! Не то пробьёт твой смертный час!» – закричал он. Дарт зарычал. Рыцари дракон бросились друг на друга. Джордж выронил копьё, а дракон упал на землю, не переставая, однако, плеваться огнём. Что-то красное потекло из-под крыла шипящего гада. Широко открытыми глазами Розалинда смотрела на Джорджа, который уверенным шагом подходил к дракону. Выхватив меч, он нанёс тому несколько ударов. «Получай!» – воскликнул рыцарь. Чудовище взвизгнуло, с трудом приподнялось и взлетело в воздух. Сделав над ними круг, дракон скрылся за скалой. «Ах, Джордж!» – воскликнула Розалинда. «Ах, Джордж!» – и она бросилась ему на шею. Он нежно обнял её. «А теперь я провожу тебя домой!» – сказал он ей потом. Вечером, когда Дарт пересчитывал своё золото, у входа в пещеру послышался стук копыт. Дракон выполз по проходу наружу. В прекрасных сверкающих латах на великолепном белом жеребце ехал Джордж, ведя на поводу вторую серую лошадь. Выражение его лица, однако, нельзя было назвать довольным. «Добрый вечер!» – сказал он. «Добрый вечер! Что привело тебя ко мне так быстро?» Дело обернулось не совсем так, как я рассчитывал. «Шикарно выглядишь! Разбогател, а?» «Ах, средства окупились, я даже кое-что заработал, но это и всё. Я уезжаю из города, решил вот заглянуть к тебе на минутку и рассказать, чем всё закончилось. Нам, конечно, всё удалось бы, но...» «Но как раз сегодня утром она обвенчалась в замковой часовне с одним из этих мускулистых недотёп. Они как раз готовились к свадебному путешествию, когда ты им помешал». «Мне очень жаль». «Что поделаешь? Судьба!» «Да ещё как назло, её отца хватила кондрашка после твоего выхода. Теперь мой бывший конкурент – новый барон. Вот, дал мне в награду коня, вооружение, деньги и приказал местному писарю выписать мне удостоверение драконоборца. А затем весьма прозрачно намекнул, что с такой славой и отличным конём я могу далеко пойти. Ему, видишь ли, не понравилось то, как Розалинда смотрела на меня, на героя. «Действительно ужасно. Что ж, мы сделали всё, что могли. Да, так что я только заглянул к тебе по дороге поблагодарить и сообщить, что всё кончилось. Замысел был хороший, и если бы мы только не опоздали...» «Не мог же ты предвидеть такого поспешного брака? А знаешь, я целый день вспоминал наш бой. Очень удачно вышло». «О, да, без сомнения, великолепно». «Я вот что подумал. Не хотел бы ты получить обратно свои деньги». «Что ты имеешь в виду?» «Хм. Когда я предупреждал тебя, что ты можешь быть несчастлив в браке, я пробовал оценивать ситуацию с человеческой точки зрения. Но потом я тебя понял. Сказать по правде, ты мыслишь, ну, совсем как дракон». «В самом деле?» «Да, и это поразительно». «Так вот, принимая во внимание, что твой план не удался только из-за несчастного стечения обстоятельств, он всё ещё имеет серьёзное достоинство». «Не совсем улавливаю твою мысль». «Есть одна симпатичная дама моего рода, чью благосклонность я уже давно и безуспешно пытаюсь завоевать. Откровенно говоря, моя ситуация необычайно схожа с твоей». «У неё большое стадо, не так ли?» «Большое – это не то слово». «Она старая?» «У драконов несколько веков в ту или иную сторону особого значения не имеют. Но у неё тоже масса поклонников, и она тоже предпочитает нахалов». «Хм. Начинаю понимать. Ты мне как-то дал один совет. Позволю себе ответить тем же. Ты никогда не задумывался над тем, что есть вещи гораздо более важные, нежели стада?» «Например?» «Хотя бы моя жизнь. Ведь твоя знакомая сама может расправиться со мной, прежде чем ты подоспеешь ей на помощь». «Нет, у старушки совсем не воинственный характер. А кроме того, всё зависит от хорошей организации. Я буду сидеть на ближайшем холме. Я тебе его покажу. И дам знак, когда потребуется начать. На этот раз, естественно, победить должен я. Мы сделаем так». Джордж сидел на белом скакуне и поглядывал то на вход в отдалённую пещеру, то на вершину холма, находившегося слева от него. Вскоре над вершиной мелькнул крылатый силуэт. Дракон опустился на холм и через минуту поднял одно блестящее крыло. Джордж опустил забрало, склонил копьё и поскакал вперёд. Приблизившись к пещере, он закричал. «Я знаю, что ты здесь, Мэг-так! Я пришёл, чтобы убить тебя и забрать твоё стадо! Выходи, безбожная тварь, пожирательница детей! Пробил твой последний час!» Из пещеры показалась огромная блестящая голова с холодными зелёными глазами. Язык огня в восемнадцать метров длиной вырвался из гигантской пасти и опалил скалы. Джордж немедленно остановился. Чудовище было в два раза крупнее, чем рассказывал Дарт, и совсем не выглядело престарелым. Чешуя его металлически позванивала. Дракон неспеша направился в сторону Джорджа. «Я, возможно, несколько погорячился!» Начал было Джордж, услышав над собой шелест гигантских крыльев. Когда чудовище было уже совсем близко, Джордж вдруг почувствовал, что кто-то хватает его за плечи. В следующий момент он вознёсся вверх с такой быстротой, что все предметы внизу в мгновение ока уменьшились до размеров детских игрушек. С высоты он увидел, как его славный конь скачет галопом назад по дороге, приведшая их сюда. «О, дьявол! Что случилось?» — крикнул он. «Я некоторое время сюда не заглядывал», — ответил Дарт. «Я не знал, что один из них перебрался к ней. Твое счастье, что у меня быстрая реакция. Это был Пелодон!» — Дарт вздохнул. «Характер у него отвратительный. Хорошенькое дело! Тебе не кажется, что прежде ты должен был произвести разведку? Прошу прощения. Я полагал, что если её не подтолкнуть, то она будет раздумывать ещё лет пятьдесят». «Эх, какое у неё стадо! Жаль, что ты его так и не увидел». «Лети за моим конём! Мне совсем не хочется терять его!» Они пили, сидя у входа в пещеру. «Где ты раздобыл целый бочонок такого отличного пива?» Стащил с барки на реке. «Время от времени я это проделываю и уже собрал неплохой погребок». «Что ж, во всяком случае, мы ничего не потеряли. Выпьем за это?» «Согласен. Только вот что я сейчас думаю. Знаешь, ты неплохой актёр!» «Спасибо. Ты тоже неплохо сыграл свою роль». «Допустим». «Пока только допустим. Что ты будешь странствовать по свету. Каждый раз всё дальше и дальше отсюда. Ты будешь выбирать деревеньки на континенте и на островах. Причём такие, где живут состоятельные люди. И наблюдается отсутствие своих местных героев. Так. Так. Ты им показываешь своё удостоверение драконоборца и описываешь свои подвиги. Потом возвращаешься со списком мест и картами. Продолжай. Попутно ты выбираешь подходящие места для мелких, безобидных краш и хорошие места для проведения боя. Тебе ещё налить? Сделай одолжение. Держи. Ты появляешься в нужный момент и за умеренную плату 60% мне, 40 тебе. Именно так я предполагал. Только наоборот. 55 и 45? Идём. Выпьем. Твоё здоровье. Нам не стоит торговаться. Вот теперь я понимаю, почему мне снилось, что я сражаюсь с бесчисленным количеством рыцарей, и каждый из них имел твоё лицо. Джордж, а ведь ты, ко всему прочему, ещё и прославишься. Роджер Желязный. Бизнес Джорджа. Читал Владимир Коваленко. Спасибо, что дослушали рассказ до конца. Если хотите поддержать канал, то, пожалуйста, подписывайтесь на Бусти или на Патреон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok